Привет, друзья! С вами Ксения. К сожалению, карантин ввел маленькие свои коррективчики в график наших видеосъемок. И поэтому у нас не очень получается снимать все так, как нам хотелось бы, потому что мы не особо выбираемся куда-то из дома. Вот. По этой причине я хочу с вами поделиться видео, которое было сделано в режиме онлайн, в моем инстаграме. И да, видеокачество там не очень классное. Но, тем не менее, это тоже неплохой вариант посмотреть то, что исчезло спустя 24 часа. Да, качество не огонь, потому что, к сожалению, делала я это все сама. Но, тем не менее, приятного просмотра и до встречи в эфире! Привет, привет! Давно не виделись с вами. В общем-то, хотели с вами поболтать. Хотела я сегодня одна. Привет! В общем, обещала сториз рассказать вам про Витагель, White Gel. Мы его по-свойски называем Витек. Так сложилось, что одна рука у меня готова, вторая нет. Сегодня моделью буду я. В общем, кто такой Витагель? У меня такой вот флакончик маленький еще остался в закромах. Один, наверное, из последних приобретенных мини-флаконов Витагеля. Что это такое? Это витаминизированный гель. Звучит, конечно, странно, но вот если... Как, мол, в химии может вообще что-то находиться такое. Но если приглядеться, наверное, так будет не видно. Вот видно на горловине белые всякие такие слизистые образования. Это витамин, который не смог с ним перемешаться. Так вот, собственно говоря, всем прекрасно известно, что чем ноготь не намажь, он, в принципе, ничего в себя не впитывает. Но так сложилось, что гель, в который, собственно, добавили витамин, он, в общем-то, может помочь самому ногтю немножко укрепиться. Безусловно, это такая типа косметическая процедура, но в чем прикол? Дело в том, что даже ноготь, который убитый, и ничего на себе не держит, то есть когда уже все слои, которые способны закрепить на себе, на своей поверхности, гелевые лаки и любые другие искусственные продукты, то есть уже когда все, ноготь уже не способен ни с чем состыковаться, только если совсем уже его разрушать, если нанести витагель, то как-то вот лучше начинает все держаться. Так вот, как это происходит? В целом, если посмотреть на ноготь через тот же самый микроскоп, то сама поверхность, она ребристая, ну, то есть как кратер, да, такие, гористая местность. Так вот, вбивая витагель, его волокна, они утрамбовываются, а гель, естественно, не позволяет им никуда сбежать. И за дней 10-12 носки, в принципе, на это он и рассчитан, они там остаются, то есть при растворении ничего не убивается. Мне витагель, в принципе, как человеку, которого ногтями можно болты заворачивать, не нужен для укрепления, я его использую для других целей. Мне нравится, что он офигенно растворяется, то есть вот прям супербыстро. И так как самостоятельно снимать себе ногти, я думаю, все понимают, что вообще глобальное мучение, то в данном случае это, конечно, вообще прям суперсредство. Так что сегодня я буду работать с ним. В общем-то, ногти у меня уже отсутствуют, я имею в виду покрытие, потому что я снимала пару видосов для, ну, в общем, для использования дальнейшего, и требовалось снятия сделать на видео. В общем, вот таким образом это происходит. Естественно, когда мы удаляем гель, вот эти вот штуки, они уже утрамбовались в ногте, ну, штуки, витамины. Sorry, уже вечер, немножко подустала. Дистанционное обучение ребенка дает о себе знать. Итак, подготовка ногтя. Что буду делать? Ну, а для начала, естественно, подниму кутику, уберу все, что наросло, все, что мне мешается. Куда-то делись фрезы. Как у вас дела? Рассказывайте, как вам вообще ситуация? Надоело ли вам сидеть дома? Мне, если честно, не очень надоело, особенно после того, как я сегодня собрала стол. Так, ну что. Я уже на самом деле поиграла с ремовером. Немножко приподняла себе кутикулу при помощи пушера и вот такого ремовера. Ремовер вообще классный. Мне очень нравится. Я вам прям рекомендую. Я скидывала пару раз в сторис, где его можно взять. Он отличный. Вот же фрезы. Фрезы, которыми я пилю сама себя, естественно, безопасные, потому что тут, как в той истории, сам себя не пощекотишь и сам себе больно не сделаешь. Вот такая вот тупоносик. Мне тоже очень хорошо, думаю, не поверите. Так, немножко попилю. Будет сейчас шуршать. Ну, в общем, поднимаем, вычищаем. У меня кожа тугая, но, несмотря на это, я использую красную фрезу. Одна рука у меня уже готова. Сегодня, также, наверное, многие знают, что я не сильно люблю носить на себе дизайн, но ребята мне привезли пигментов. У меня куда-то подевались абсолютно все пигменты после переезда из предыдущего офиса. И мне привезли неоновые пигменты лап. Я сегодня с ними буду также играть. Я люблю все сыпучее. Это, наверное, от акриловой пудры остатки такой радости. Сначала с одной стороны. Долго вас мучить вот этими делами не буду. Вечерело. Вечер пятницы. Сегодня же вроде пятница. с одной стороны и с другой стороны. На себе я вообще не фанат глубокого маникюра по причине того, что у меня достаточно ярко выраженная лунка. Я думаю, всем понятно, что не стоит развлекаться очень усиленно. Единственное, наверное, что расстраивает ситуации с карантинчиком. Хочется погулять. Погода уже классная. Но держитесь. У меня вот, например, в доме недавно ребята не у меня, просто в доме, где я живу, куда я переехала, ребята на 11 этаже на балконе устроили шашлыки. Так вот, приехало три наряда пожарных. И дня там потом было во дворе не развернуться, потому что все дома и парковка просто оверзабитая. Так. Срез чуть позже. И после того, как все уже зачищено, подготовлено, срез можете делать как хотите. Кому как удобно. На себе кто-то любит после, кто-то любит сразу. Но я любитель куда-нибудь пляпаться, когда себе делаю маникюр, поэтому предпочитаю попозже потом все это провернуть, немножко проработать форму. Я длину практически полностью убираю. Мне не нравится, когда ногти натуральные, длинные. Я длину люблю только на искусственных ногтях. Это так прекрасно. Но прости, пожалуйста, Полинушка, без тебя да мне сложно. Я стараюсь как могу, но ничего не могу поделать. Тем не менее, спасибо тебе за держалку для телефона, потому что без нее я бы не знаю, что я сегодня делала. Я научусь. очень привыкаешь, когда всегда есть человек, который тебе помогает. Так, ну что, вот тут у меня как раз такая неплохая трещина. Я не знаю, насколько ее видно, но я думаю, что видно. и далее подготовка натуральной псевопластины. Под Витагель в принципе подготовка такая же, как и под любой другой гель-лак, то есть шлифовщик абразивом 180 грит, но честно признаюсь, вообще, вообще, рекомендовано использовать шлифовщик 220 на 280. Вот как-то так. Хотя, это рекомендация производителя, но все мы прекрасно знаем, что мы потом несколько по-другому работаем, но меня в принципе это устраивает. Я с гель-лаком больше чем полторы недели не хожу, для меня это уже трагедия, я начинаю вообще плакать, бить ножками по полу, потому что я не представляю, как можно ходить больше двух недель. Легкими движениями убираем глянец, пройдусь по торцу, чтобы ничего не мешалось. Вообще, у вас в принципе сколько уходит времени на самоманикюр вот такой, и делаете ли вы целиком две руки сразу. У меня никогда не получается две руки сразу, у меня хронически одна готова, а вторая там завтра-послезавтра происходит. Я не знаю, как себя приучить, как себя дисциплинировать это делать. Далее наша задача обезжирить. Обезжирить поверхность ногтя. Куда-то у меня тратился обезжириватель. Друзья, сори, маленькая заминка. Потерялся обезжириватель. Разыскивается. Нашелся. Нашелся у меня сейчас. О, ничего себе. Вот это да. За час это круто. Это прям супер. Так. Далее, обезжириваем поверхность ногтя. В данном случае это обезжириватель два в одном. То есть, что мы делаем? мы используем средства, которые мы можем использовать и для липкого слоя, для снятия липкого слоя, и для обезжиривания ногтевой поверхности. У меня было несколько продуктов на ногтях перед тем, как я к вам пришла. Поэтому мне нужно прям тотально промыть все, чтобы ничего не оставалось. И далее, естественно, дегидратор. PHB он жизненно необходим. Когда мы вообще, в принципе, получили витагель, у многих была такая небольшая дилемма. Дело в том, что когда, например, американцы пишут рекомендацию к продукту, они очень четко проговаривают каждое действие. И что вы думаете, делают слушатели вообще, когда получают инструкции? Они их выполняют. Они эти инструкции выполняют. Что делают наши товарищи? Сказано нанести продукт, но они берут его и наносят. Так вот, когда мы получили витагель, было строго-настрого сказано, первый слой очень усиленно втирать. После дегидратора, естественно, мы наносим витагель сразу на ногу. То есть, требуем брать и втирать маленькое количество геля в ногтевую пластину. Ну, естественно, что происходило у нас? Люди брали и наносили его как базу. Нет, так делать нельзя. Поэтому мы вообще, в принципе, ввели в рекомендацию брать отдельную кисть и первый слой тонкий втирающим движением распределять по поверхности ногтя. То есть, вот то, что я сейчас нанесла на низинец, мне хватит на все пять пальцев. Кстати говоря, если у вас, в принципе, проблема с набором, с затеком базы, то вы можете первый слой наносить именно вот таким методом. Использовать кисть для геля. У меня кисть, которая состоит на 50% из натурального ворса и на 50% из искусственного. То есть, она очень послушная, у нее тонкий ворс, который позволяет вообще целиком ноготь проработать. Чуть-чуть на большой палец не хватило. Маленькую капельку поставлю. Так вот, и вчера что-то со мной произошло, и мне захотелось носить дизайн. Я не знаю, насколько меня хватит, но я попробую. И так как у меня сейчас полимеризация 30 секунд, и так как у меня сейчас, в принципе, на руках будет витогель, я потом спокойно его сниму. Что у меня будет дальше после всего этого дела? Так как самому себе не нарисуешь правую руку, я буду использовать вот это вот дело. Сейчас очень много кто полюбил, в принципе, стемпинг, но я, в общем-то, с этими людьми абсолютно согласна. Далее, витогель наносится в два слоя. То есть, первое мы вбили отдельной кистью, и второе уже можно наносить абсолютно спокойно. Для чего нужен второй слой? На случай, если у вас остались какие-то пробелы, какие-то кратеры, если где-то материал отсутствует. В принципе, если есть необходимость, им можно что-то и подвыровнять. Но у меня, например, свои ногти и так выпуклые, если я еще что-то буду выравнивать, то у меня вообще просто невероятный объем получится. Я вот такое не очень люблю. Ну, тут каждому свое. Единственное, что там, где у меня вот есть трещинка, я ее немножко поактивнее заделаю. Так. Вторым слоем уже не дохожу до кутикулы, вот чтоб там буквально 0,5 мм, чтобы был плавный подъем, потому что тоже отрастать это все должно более-менее симпатично, а то через три дня мне уже станет плохо, если я увижу какую-то ступеньку или что-то будет цепляться. Я тот самый ужасный клиент, который в процессе маникюра может сказать, нет, мне, пожалуй, цвет не нравится, верните мне черный, а если еще отрастать будет, ну так себе, я вообще с ума сойду. Я не представляю, как они бедненькие сейчас сидят и ждут. Одна мне даже сегодня позвонила, ну а вдруг все-таки, хотя, знаешь что, ничего не выйдет. Итак, второй слой есть, как подложка, так как я хочу, чтобы все отрастало достаточно аккуратно, буду использовать молочный оттенок. Что касается вообще витагеля, в принципе, его разработали как такое покрытие, которое носится не больше двух недель, то есть от 7 до 14 дней. Их вообще два в системе, то есть вот зелененький, который у меня, он укрепляющий, он для ногтей, которые, например, как тряпочки, которые, собственно говоря, не способны держать гелевый лак, не способны, в принципе, отрастать длинными, что мне, в принципе, особо не надо, но я бывает иногда перепиливаю просто ногти, когда что-то на себе делаю, тренируюсь, развлекаюсь и так далее. Ну и, собственно, оранжевый, оранжевый флакон рекавери, это восстановление для слоящихся ногтей и так далее. Как подложка под дизайн, все, сейчас будет достаточно быстро, на самом деле, будет у меня молочный оттенок. мне вообще очень импонирует, в принципе, с ним вот таким ходить, без ничего. Голые ногти. Голые ногти, мне кажется, это прекрасно. Что вы думаете по этому поводу? Какое ваше мнение? Насколько быстро пачкают молочные оттенки ваши клиенты? Привет-привет. Мне тут одна моя коллега рассказывала, что когда я смотрела чьи-то прямой эфир, говорит, так раздражает, когда люди начинают здороваться в прямом эфире. Она говорит, а с другой стороны, вот я потом прислала тоже привет, а со мной не поздоровался человек, который вел эфир. И мне стало, говорит, обидно. Это очень занятно. Так, ну что, и последний. Вы, кстати, когда себя покрываете, сколько пальцев покрываете? По одному или все сразу? Вы такие же лентяи, как я, и работаете на все пальчики или все-таки по одному? Так, ну что, цвет тоже готов. И дальше уже буду работать со стыдбингом. Собственно, силикон, то, чем буду рисовать, скребочек и пигменты. Уже как-то хочется лето с такой погодой, хочется чего-то яркого. Так. у меня сейчас остается липкий слой, я снимать его не буду. Как-то тут очень мало. Привет! Вот этот фиолетовый вообще кайф. Люблю сочетание этих оттенков, но и зелененький. Мне кажется, прекрасное общее сочетание фиолетового и зеленого. Ну вот, что я и говорила, какая молодец, взяла и убрала волосы. В общем-то, что любят делать наши клиенты. Я не помню, что у меня было на другой руке. Так, по-моему, вот этот. Мне кажется, это был он. итак, поехали. Распределили. Перенесли. И дальше я буду подвбивать себе немножко пигмента. Развлекаться. Не хочу, чтобы была целиком поверхность забита. Просто какими-то небольшими участками. И вот сейчас наступает самая грязная, самая дурацкая работа этого. Просто то, что мне вот дико не нравится в стемпинге. Это вот эта грязь, которая она везде. Просто потом. Так, где-то есть. Вообще, она должна была быть черненькая, но, к сожалению, так сложилось, что черный мой лачок остался моей коллеге. Так что, пожалуй, будет зелененький. Сняли и по-новый. Любите с пигментами баловаться? Что вы про них думаете? Чупоник. Что вообще сейчас делаете в заточении? Что-то делаете или так просто разглядываете? Так, отпечатался. Фиолетовый с желтым вообще кайф. Я где-то, правда, слышала, что только психи любят такое сочетание. Ну, да и ладно. работаете, какие молодцы. Вообще, поговаривают, что в следующей неделе должны открыть салоны с медлицензией. Так, куда сбежала? Набили. С зеленым, конечно, это все не так здорово смотрится, как значит, с черным. Значит, будет матовое. пигменты. кайфовые, очень насыщенные. Если хочется поярче, можно все это делать на белый вообще цвет, в принципе. Работаете, это хорошо. Как народ с ума не сходит? Что, как же так? Как же так? когда нельзя? А все есть. Да, это я. Я и не он. Так случилось. Так получилось. Ничего не поделаешь. Мир сошел с ума. Мне чего-то хочется яркого. Синие ногти меня добили, короче. Я начала любить все это дело. Но народ, ну, не весь работает, на самом деле. Я могу сказать, что у меня много кто сидит в изоляции в абсолютном. оттуда делаю. Здесь хочу сделать просто чистые. Без всего. Не знаю. У меня очень большое количество людей не работает, в принципе, сейчас. Отказываются. Да что ж такое-то? Очень жидкий сегодня. Я взяла себе молочный. Поэтому если у вас произошел такой маленький факап, можно просто снять липкий слой и проверяйте, пожалуйста, то, с чем вы работаете. Чупоньк. Я надеюсь, что скоро все это закончится и мы уже будем свободно перемещаться везде. Это будет прекрасно. Баночки всегда лучше закрыть, потому что иначе можно чихнуть и получится не очень прекрасная история. Вокруг все заиграет новыми красками. Я сегодня тоже не выдержала, собрала себе стол и решила немножко поиграть с разными баночками, штучечками. почему бы и нет. Ну вот как оно и бывает, собственно говоря. Не забывайте, что если у вас очень-очень текучий липкий слой у гирилака, то значит надо снять с него липкий слой и только тогда уже переходить к чему-то, что отпечатывается, потому что иначе это плохо кончится. Как говорится, а подумать. Мамочкам-то сейчас, конечно, хорошо ходить на маникюр, есть с кем посидеть детям. Я сегодня очень хорошо прочувствовала, когда ездила на развозку продуктов, что действительно пробок стало меньше. Итак, если где-то что-то не хватает, а у меня, так как продукт взят был не тот, который предполагался, естественно, не хватает, то нужно подрисовать. В чем, конечно, всегда есть преимущество у таких продуктов, как краски, лаки. Мы всегда все можем доработать. Элла, если посмотришь завтра эфир, то знай, что у тебя теперь парочка черных красок. Потому что моя вчера осталась именно там у тебя. Я очень не люблю, когда дизайн не доходит до края, потому что такое ощущение сразу получается, что он буквально висит в воздухе, а это не очень здорово. ногти у меня выпуклые, поэтому ни один штамп их не возьмет, соответственно. совершенно не так, как предполагалось. Ну и хорошо, что внутри у меня витагель, который быстро растворится. Так что неделю я побалуюсь. Сейчас я покажу вторую руку, с которой все хорошо. На этот раз правая рука будет выглядеть лучше, чем левая. Мне кажется, это вообще победа. так, все это сохнет. Все это сохнет. Я покажу, что должно было случиться. Должно было произойти вот так, с черным цветом. Выглядит все совершенно по-другому. Сейчас я дамо мою задний валик. Здравствуйте, здравствуйте. Вы присоединяйтесь, а мы уже заканчиваем немножко. И перекрою все это верхним покрытием. Думаю, даже пускай это будет матовое покрытие, почему бы и нет. Здравствуй, Симферополь. Симферополь, ты прекрасен. Как ваши дела там? У вас уже, наверное, тепло, хорошо. У нас тоже неплохо, но у вас очень хорошо. это это не самый мой любимый топ, но мне нравится его эффект. Банка безымянная пока что. Пока что безымянная, потому что я ее смотрю и думаю, надо ли вам потом будет про нее рассказывать. Естественно, рассказать вам про нее я смогу, только проверив ее на себе. А потом еще, если все-таки на мне она тест выдержит на людях, и только потом, может быть, я вам про нее расскажу, потому что рассказывать про то, что не здорово, не стоит. Так, ну что, зеленый, ты меня расстроил. Какой матовый топ любимый? Если честно, нет у меня особо матовых топов любимых, потому что эффект, который от не хочется, в тех банках, которые мне по составу мне очень нравятся. Вот как-то так. А из глянцевых мне нравится джеллиж, само собой, разумеется, потому что он супер блестящий, если говорить про безлипкого слоя, ну драй-армор неплохой, но у меня всегда к нему были вопросы, хотя он меня радует, радует тем, что он стабилен. мне нравится икстоп от ингарден, он, конечно, вообще кайфовый. И так, минуту тебе надо сушить. И в целом неплохой IBD, вот прям правда неплохой, но прям покупать, покупать больших количествов не стало бы. икстоп прям беру спокойно сейчас, вот вообще он мне нравится в плане глянца, в плане консистенции, если что-то где-то подзакрепить, нет, с ним это не получится. Икстоп кайфовый, я, кстати, тестила его на белом гель-лаке, мне очень понравилось то, что 9 моих пальцев остались без пигментации, ну, то есть 9, естественно, потому что указательный палец я просто спилила. Так, сейчас я отмоюсь и покажу обе руки, как оно планируется и как оно бывает. Джейльш, да, я тоже берегу, но у меня еще в оконах наверное 8, заначки есть. Знаете, я из тех людей, которые как бы боятся, что им никогда ничего не хватит, поэтому закупаю всегда много всего. У меня тут была прекрасная история с тем, как я переехала недавно из старой квартиры новую, а у меня дома тоже в принципе все есть. И вот у меня хранится в старой квартире такой чемодан, в котором типа то, что в очень большом количестве и то, что не надо. Так вот, когда я приехала в старую квартиру, посмотреть, что там есть из вещичек и открыла этот чемодан. Знаете, что я там нашла? 7 упаковок масок. По 100 штук. А после этого я приехала домой, открыла балкон и там нашла еще 2 по 50. Так что вот такой я зажиточный человек. В общем, вот она небольшая разница. Матовый глянцевый, темно-зеленый и черный. В целом и тот другой выглядят неплохо. Но черный мне кажется кайфовее. Хотя матовый немножко спас ситуацию. Ну, я думаю, что с этими двумя я еще что-нибудь придумаю. Масло сейчас нанесла себе, вот, кстати, имейте ввиду, берите на вооружение, вот это сухое масло, оно офигенно подходит, если вы решили после, например, вам нравится работа, вы очень хотите ее сфоткать, или вы делали модель, и надо, чтобы были очень увлажненные увлажненная кожа, то, соответственно, можно использовать просто-напросто вот такое масло, у него классный запах, мне нравится фиолетовое в этой линейке и голубое, мне не нравится желтое вообще, вот, прямо честно скажу, без обид, там есть, кстати, микрочастички такие первомутровые, не знаю, видно их отсюда или нет, на коже они смотрятся нейтрально, ну и если прям кожа у клиента совсем сухая, а это моя история, то, соответственно, дальше мы уже можем нанести после фотографии что-нибудь да пожирнее, но, естественно, матовости уже не будет никакой, я не знаю, почему мне нравятся такие трешовые дизайны, когда куски ногтя голые и вообще непонятно, что же там оно такое, но вот мне с такими вещами комфортно ходят, цветочки всякие я не люблю, порисовать могу, но не прокатывает, а вот такие вот психобелические мне вполне импонируют, ну вот как я и говорила, опять две руки будут разные, ну что ж поделаешь, в целом тоже можно так жить, ну что друзья, спасибо, что посмотрели, да, для меня самый лучший дизайн это когда краска разлилась на пол, ну вот примерно у меня на столе произошло, но я его сейчас помою, конечно, обязательно, потому что он мне еще пригодится, я думаю, я вам желаю спокойной самоизоляции, чтобы никаких проблем у вас не было, если вы работаете, здоровье вам крепкого, хорошего иммунитета, благодарных за это клиентов, пожалуйста, пожалуйста, себя не обижайте, все-таки это все должно быть оправдано, по крайней мере, если все-таки власти что-нибудь решат, как-то нас штрафовать, то надо, чтобы это все проходило мимо вас, вот, хорошего вам вечера, прекрасных выходных, продолжительных, и легкого обучения, дистанционного, потому что я переживаю легкий стресс, во вторник переживала, сейчас уже не переживаю, все, всем пока-пока, до встречи, до встречи!